Ну что ж, вот такие вот у нас планы, такие планы на будущее, и я готова ответить на вопросы, во-первых, по партнерке, а во-вторых, ответить, конечно же, на вопросы по шаблону. Как вы знаете, у нас шаблон обновился, появился новый плагин, и те, кто воспользовались уже данным плагином, обновились, если у вас есть какие-то вопросы по использованию, потому что большинство партнеров все-таки и пользователями являются, если есть вопросы, то я готова по шаблону тоже ответить на вопросы. Итак, я смотрю, что у нас за вопросы. Так, у вас есть уроки по настройке внешнего вида? Римма спрашивает. У нас, да, есть уроки в клубе, раздел так и называется, настройка внешнего вида, там есть один вебинар я проводила, и есть просто обзорные уроки по настройкам внешнего вида. Еще очень мы постараемся провести до конца этого года, возможно, в понедельник постараемся провести, я пока не обещаю, отдельно мы об этом сообщим, мастер-класс по изменению внешнего вида. Я сейчас как раз готовлю интересное решение, чтобы как-то больше показать возможности шаблона и как раз вот показать, как вы можете менять внешний вид в связи с изменениями, добавлениями шаблонного функционала. Вот, скорее всего, это будет в понедельник, также вот вечером я четко проведу по шагам, и мы вместе изменим внешний вид шаблона. Да, Марина, спасибо вам большое, вообще замечательно, вы работаете с шаблоном, мне очень нравится, как вы создаете внешний вид, как вы все время меняете, и это большой-большой пример всем, кто боится, может быть, менять внешний вид. На самом деле, не бойтесь, экспериментировать всегда можно. Ирина спрашивает, вы говорили, что сейчас есть или будет возможность помещать виджеты в SunsetFooter, где это можно посмотреть. Ирина, значит, смотрите, если у вас шаблон уже 5.0 стоит, то заходите в админку блога, в раздел «Внешний вид виджеты», и дальше в виджетах, как вы помните, мы перетаскиваем виджеты в боковую колонку. У нас там появился дополнительный блок, если у нас раньше был основной, то есть боковая колонка «Виджеты в шапке», появился сейчас блок «Виджеты в футер». Вы просто этот блок обычно там на треугольничек нажимаете, раскрываете и перетаскиваете в этот блок те виджеты, которые вам нужны, не больше трех. Также я об этом рассказываю в обзорном видео, которое у меня есть на блоге. Если вы зайдете ко мне на блог amfisabrelov.ru, сейчас вам скину ссылочку, там у меня есть видео, как раз я рассказываю о новшествах шаблона и в том числе и про виджеты. Сейчас я открою, чтобы вам не искать. Так, вот, обновление шаблона «Внешний виджеты». Вот, так, скидываю. Хорошо, дальше идем. Так, клиента быстро бежит. Так, а блог и шаблон устанавливаются только на WordPress? Галина спрашивает. Да, Галина, я так поняла, что у вас нет еще шаблона. Друзья, если у кого-то, кто присутствует, сегодня я уже сказала, да, что это для партнеров, у кого-то, кто-то присутствует, у кого нет блога, и если блог есть, то не на шаблоне об Inspiration. Значит, тогда я немножко расскажу. Поставьте минусики, у кого нет, кто не пользуется шаблоном об Inspiration. Есть ли у нас сегодня в аудитории такие? Ага, есть Юля, есть. Хорошо. Татьяна, Аманина. Отлично. Хорошо, тогда смотрите, давайте я немножко расскажу про шаблон и про продукты. Начали создавать. Отлично. Значит, смотрите. Блог мы создаем с такими инструментами. Нам нужен WordPress, это платформа, да, еще называют это CMS, что переводится на аббревиатуру слов Content Management System, то есть система управления контентом. Такие платформы создаются для разных сайтов, так вот, WordPress создан для создания блога, да, то есть для создания блога. Мы берем WordPress, туда уже все встроено, всякий функционал, это, знаете, если сравнить с машиной, то в машине есть двигатель. Так вот, как раз WordPress, это и есть двигатель, самый основной механизм, который отвечает за движение, за функциональность, ну, за все, да, то есть за то, чтобы работал блог. То есть вот у нас есть двигатель. Дальше понятно, да, что у двигателя нет внешнего вида. Для этого нужно приобрести каркас. Если для машины, да, то для блога это шаблон. Или еще называют это тема, тема, да, дизайн, внешний вид. Таких дизайнов в интернет очень много. Огромное просто количество дизайнеров, программистов, разработчиков WordPress делают вот эти вот шаблоны. Как правило, это статический внешний вид, это значит, что вы не можете его менять, либо можете, но в коде, да, заходите в коды, и там уже, как программист, как бы меняете цвета, ну, и так далее. То есть как бы это нужно иметь специальные знания. Вы выбираете внешний вид, ставите его, но зачастую бывает так, что WordPress, допустим, не совмещается с шаблоном. Такое бывает, потому что, представьте, уже WordPress развивается около 10 лет, да, если я не ошибаюсь. И в течение 10 лет, конечно же, там добавляются какие-то новые функции, он меняется, он развивается. И представьте, в течение этого времени разные программисты и дизайнеры тоже создают шаблоны. И вы однозначно в интернете не можете определить, подойдет этот шаблон, не подойдет, старый он, не старый. Вот вам просто понравился внешний вид, вы ставите, и у вас там что-нибудь не работает. То же самое происходит с дополнительным функционалом, да, плагины, то есть вы не можете просто установить внешний вид, этого недостаточно. Потому что, опять же говорю, да, если сравнивать с машиной, то внешний вид – это каркас, но у машины есть еще колеса, руль, там, магнитола, всякие там, может, висюльки, двери и так далее. То есть масса необходимых, либо просто полезных, развлекательных вещей, которые нужно тоже установить. Так вот, в блоге это плагины, дополнительный модуль, тоже их огромное просто количество в интернет, просто наберите плагины для WordPress, и вы увидите, сколько их. Есть премиум класса платные, есть бесплатные. И, естественно, из этого огромного количества вы даже не знаете, что выбрать, какой новый, а какой совмещен с вашим шаблоном или WordPress. То есть масса возникает нюансов, когда вы настраиваете свой блог. И поэтому достаточно это сложно сделать, я это делала в течение 5-7 дней, потому что блог – это не просто развлечение, это для нас, как для людей, которые делают бизнес в интернет, продают свои услуги или продукты, или строите вы сетевую, развиваете команду сетевой маркетинги в интернет, то для вас важно, как бы, завоевать доверие у людей, правильно? То есть показать, что вы специалист в чем-то, чтобы они вас нашли в интернет, присоединились к вам, купили ваши услуги и так далее. На земле это обычно происходит, когда вы общаетесь с человеком. Больше 80% информации передается невербально, да, вот вы разговариваете, и уже у человека возникает доверие, там, я не знаю, у вас уже несколько раз встретились, он уже вас знает, он вам доверяет, а покупаем мы у тех, кому доверяют. Как это сделать в интернет? Естественно, мы не видим человека, да, мы не можем к нему прикоснуться, мы не можем с ним поздороваться, пожать ему руку по плечу, похлопать, как-то расположить его к себе. Вот для этого, собственно, и создается блог, чтобы прежде всего ваши потенциальные клиенты нашли вас в интернет, да, потому что, когда мы пишем на блоге статьи, они появляются в поисковике, в социальных сетях, и к вам приходят на блог посетители, да, сначала посетители, читатели, которые интересуются темой, на которую вы пишете, в которой вы специалист. Дальше они читают ваши тексты, ваши полезные статьи, ценный материал, и, естественно, пропитываются к вам доверием, прежде всего, и видят в вас специалистов. Так вот, блог – это вот такой вот инструмент, который должен выполнять вот эти задачи, да, то есть вас представить как специалиста, соедините ваш мир, так сказать, блог, да, с социальными сетями, чтобы он хорошо продвигался в поисковике. Так, это достаточно сложная такая работа, много всего нужно туда поставить, сделать, специальные плагины и так далее. Так вот, я понимала, что есть масса людей, которые по каким-то причинам, ну, не могут много платить фрилансерам, потому что индивидуальный блог сделать – это достаточно дорого. Вот буквально недавно я видела рекламу, индивидуальный блог, ну, про дизайн, делается оригинальный, больше тысячи долларов стоит, да, то есть, ну, представьте, да, и, естественно, не у всех такие деньги есть, можно, конечно, и дешевле, но в целом так оно сейчас. И тогда вот родилась у меня идея, чтобы создать такой шаблон, а мы помним, да, что шаблон – это внешний вид, то есть создать такой шаблон, в котором было бы уже все встроено. То есть все, что я делала в течение семи дней, настраивая блог, да, делая его полноценным инструментом для продвижения вас как специалиста в интернет, в помощь, да, встроить уже в сам шаблон. Все коды, все виджеты боковой колонки, все-все-все, что вот нужно, все уже там встроено. И вот тогда родилась идея создать такой шаблон – ABAI Inspiration. Родился он три года назад, вот мы 23-го отмечали трехлетие, вот, и достаточно быстро он распространился, он родился в среде, так сказать, сетевиков, и именно сетевики меня вдохновили на создание этого шаблона. Еще по какой причине сейчас скажу. Дело в том, что у сетевиков, как вы знаете, я знаю, что есть у нас среди нас сетевики, очень важным моментом является дублицирование, да, то есть когда у нас приходит к вам новый партнер, важно передать ему свой опыт, и чтобы он в точности, партнер, повторил все ваши шаги, чтобы добиться того же результата, что добились и вы. Сетевиков – это очень важно, это критически важно. А теперь представьте, как это сделать в такой сложной среде, как интернет, да, то есть технической среде. Естественно, партнеры рекомендовали обращаться к фрилансерам, когда новичок обращался к фрилансеру и получал сложный инструмент, он не знал, что с ним делать, а если что-то пошло не так, ему опять надо обращаться к фрилансеру. В общем, это достаточно все такое было, непростое дело для такого, казалось бы, простого инструмента, как блок. Поэтому, когда мы создали шаблон AB Inspiration, кстати, переводится, тут спрашиваю, да, AB Inspiration переводится AB – это мои инициалы, Анфис Абриоз, Inspiration – это вдохновение. На самом деле это было настоящее вдохновение, и я благодарна, очень благодарна сетевикам, что именно благодаря сетевикам родилась такая идея, и шаблон вот родился. Это было действительно, вы знаете, как бывает, вот естественное рождение продукта. Это было именно так. Он не был придуман, он был действительно востребован и как бы появился, как, ну, спросить предложение, да. Вот это очень естественный был момент, и я до сих пор его помню, и очень благодарна сетевикам. Вот если есть вы сетевики здесь, я говорю вам большое-большое спасибо. Но очень быстро AB Inspiration вышел за рамки проекта, MLM-блог за час. Он вышел за рамки проекта, и о нем узнали не только сетевики, не только люди, которым нужно было дублицирование, и стали спрашивать, обращаться к нам, а только ли это для сетевиков, а можно ли использовать не в сетевом маркетинге. Вот, и, наверное, это и послужило тому, что шаблон стал развиваться дальше. То есть, я вообще как думала, я создам шаблон, просто, ну, не подарю, а за какую-то очень маленькую сумму отдам его сетевикам, ну, и как бы вот, ну, и отлично, да, продукт появился, и я сделала хорошее дело сетевикам. Они сами теперь могут уже настраивать его, дублицировать его могут, получать комиссионный за то, что покупают, да, их партнеры данный продукт. И как бы замечательно. Но поскольку он вышел за рамки и стал так востребован, и стали поступать запросы, а сделайте вот это, а может быть вот это добавим, то есть появился реальный интерес и активное участие самих пользователей. То есть сами пользователи стали обращаться и говорить, что вот, а можно вот это добавить, а может быть вот это так расширим, и так сделаем. И меня это настолько тоже увлекло, вот, и, конечно же, работа над шаблоном все три года просто не прекращается, она идет постоянно. И благодаря вам, дорогие мои пользователи, благодаря вам, в большей степени вам, потому что именно ваши замечания, ваши находки, ваши идеи были реализованы в шаблоне. И вот сегодня это, ну, действительно классный инструмент. Я не сразу свои блоги перевела на AB Inspiration, но буквально вот, наверное, полтора года назад я сказала все всем другим шаблоном, и я не хочу ничем другим пользоваться, кроме AB Inspiration. Я сама его обожаю, мне очень нравится с ним экспериментировать, и вот как бы все мои блоги, кстати, да, тоже на AB Inspiration сделаны. Вот, собственно, история, да, AB Inspiration, как он родился, как он развивался. И вот в этом году, в 2014 году, помимо того, что шаблон развивается, мы еще стали создавать к нему дополнительные модули, дополнительные плагины, дополнительный функционал, которого нет в интернет, да, который невозможно встроить, он сложный. И родились такие, есть несколько маленьких плагинов, таких простых, но есть три очень важных, необходимых для ведения бизнеса. Первый – это отзывы. Второй – это форма под шапкой, это конструктор для создания формы под шапкой. Туда же сейчас встроен слайдер красивый, кто, я не знаю, пользовался уже, попробовали слайдер кто-нибудь из участников. И третий плагин тоже большой, важный и красивый – это входная страница, создание главной страницы. Вот, собственно, такая вот история. И сейчас многие, кто создают вот шаблон на AB Inspiration, когда говорят отзывы, мне вот очень интересно тоже слушать мнение, потому что, ну, мне это кажется просто, да, а многие обращаются и говорят такие фразы, например, помню, такой был отзыв, что шаблон AB Inspiration позволяет сделать из сложной технической работы, превращает эту работу в творческую, развлекательную. То есть вот, ну, не дословно, но смысл такой был. Или вот такой тоже отзыв был, что когда настраиваешь блог AB Inspiration, чувствуешь себя настоящим профессионалом. Это говорят люди, которые вообще с техникой никак не связаны, никогда в жизни сайты не создавали и вообще только-только пришли в интернет. И вот у них вот именно такое ощущение, что они становятся профессионалами. Поэтому и потом все, кто настраивает самостоятельно по видеоинструкциям, то есть у нас большой обучающий курс еще, как настроить, он бесплатно прилагается к шаблону. И там очень большой тоже спектр информации дается, не только по самому шаблону, но и вообще в целом по настройке бизнеса. То есть социальные сети и поисковики, ну, много всего. Вот, собственно, вот такая история. И сейчас у нас, кстати, счастливая неделя. Это последняя счастливая неделя в этом году. У нас скидка идет. Вот. Но так же, как у нас было трехлетие, мы делали просто так огромную скидку и на продукты, и на плагины, и на шаблон. Вот. Если кто-то не успел купить, ну, не знаю, обратитесь в техподдержку. У нас техподдержка добрая. Так что, может быть, можно получить дополнительно какую-то скидку. Так, ну что, я вернусь к вопросам. Так, хорошо. Я установила шаблон, но не 5.0, Римма пишет. Надо его установить, и надо ли добавлять еще плагины. Значит, смотрите, Римма, у нас такая ситуация с шаблоном. Как вы знаете, все три года мы делали обновления в клубе. То есть мы выкладывали новый шаблон в клуб, и нужно было его скачивать, удалять старый шаблон и устанавливать новый. Как вы помните, такая была у нас система, и она достаточно была сложная. И много у нас было запросов от менее опытных пользователей, которым это ужасно все не нравилось. Ну, точнее, не очень нравилось. Это было страшно, да. Залезть туда, технически что-то удалить, отключить. Кажется, что блок вообще потеряется. Вот. И многие, вот как установили блок, так и вообще не трогали его шаблон. Хотя он постоянно улучшался, обновлялся. Но из-за страха в итоге ничего с ним не делали. И еще было там несколько причин, я уже не буду перечислять. Это была чисто технически вынужденная мера. Мы включили шаблон, специальный функционал, который отвечает за автоматическое обновление. Это автоматическое обновление происходит по ключу, специальному ключу. И этот ключ нужно приобрести. Он недорого стоит. Просто его нужно один раз поставить, и вы уже сможете обновляться автоматически. Ничего удалять уже не нужно. Этот функционал встроен в шаблон с версии 4.7. Поэтому, Римма, смотрите, посмотрите, что у вас за версия шаблона стоит. Если она выше версии 4.7, значит, у вас есть функционал ключа. Второй вопрос. Получили ли вы ключ, приобретали ли вы его, покупали? Если нет, то его нужно купить. И дальше активируется ключ, и вы уже сможете до пятой версии автоматически обновить через отминку. Вот такая вещь. По поводу плагинов. Плагины у нас есть определенный набор плагинов, которые вы получаете в комплекте. Их нужно по инструкции установить и активировать. Все, что продается дополнительно, это входная страница, это ВП-форм, живая форма, это отзывы и прочие плагины, они покупаются по желанию. Это не обязательные плагины. Вот. Поэтому, если вы хотите этот функционал, вы покупаете плагин и устанавливаете. Так, Нина спрашивает, у меня нет АБ Inspiration, этот плагин нужно купить с настройками, поможете, отписывая, если не разберусь по урокам. Ну, Нина, смотрите, 99% пользователей с видео справляются. Я очень мало у нас обращений в техподдержку и чаще даже по невнимательности, скажем так. То есть, видео смотрят не очень внимательно, пропускают что-то и обращаются в техподдержку. На самом деле, большинство, я еще раз говорю, 99% справляются по видеоурокам. Но техподдержка у нас всегда в помощь, вы всегда можете по e-mail обратиться и по скайпу. Вообще, вот всегда есть у нас такая возможность отвечать по скайпу. И у нас замечательная техподдержка, которая всегда поможет и поддержит. Вот, дальше идем. Татьяна, спасибо вам большое за добрые слова. Спасибо. Вообще, у нас замечательное сообщество образовалось. Очень добрых, креативных, очень активных пользователей и предпринимателей. Так, Марина, для ведения вебинаров надо покупать левую комнату. Надо оплачивать комнату. Есть специальные комнаты вебинарные, как вот эта. Техподдержки, да. В партнерском аккаунте ссылки баннеров не работают. И самая картина баннеров. Ага, ну вот Василий написал, что посмотрит, да. Спасибо. Если какие-то замечания есть, пишите. Так, Римма, да, если вы приобретали ключ, то нужно обратитесь в техподдержку. И у нас до сих пор еще есть до конца года акция. Если вы приобретаете ключ, то мы помогаем с донастройкой. Вот, а вообще вот сейчас в клубе, кстати, доступно для скачивания. Это последняя версия, которая у нас будет в клубе. Больше пятая не появится, друзья мои. Значит, версия 4.16. То есть вы можете скачать вот эту версию, удалить старый шаблон, установить новый и установите ключ. Да, Татьяна, запись будет? Да, я записываю. Запись будет. Так. Ну что, друзья, я вижу, что вопросов больше нет. Да, спасибо большое, Оксана. Спасибо за добрые слова. Спасибо. Про картинки. Маргарита, я не очень поняла. Может быть, я пропустила вопрос? Напишите еще раз, что за вопрос по картинкам. Спасибо, друзья. Так, какие условия участия в программе фрилансеров? Ну, условия какие? Еще раз повторю, да, что у нас это покупка комплекта. Комплекта либо из пяти плагинов, из пяти шаблонов с лицензиями, либо десять. Вот, вы приобретаете данный комплект, и вы как бы автоматом, получается, участвуете в этой программе. В дальнейшем вы уже сами настраиваете, находите данных своих клиентов потенциальных, да, и настраиваете блоги на заказ. Этим у нас очень много пользуются именно сетевики, вот, ну и, кстати, не только сетевики, да, не только сетевики. У нас есть пара фрилансеров, которые на своем блоге описали данную услугу, ведут блог и, ну, в итоге продают как услугу. Так, дальше. Если вот, кстати, по поводу фрилансерской программы, мы еще более подробно по поводу фрилансерской программы поговорим где-то в середине января. Мы заранее тоже оповестим об этом. Мы обязательно еще встретимся тоже более подробно. Я расскажу именно об условиях, как это все будет выглядеть, как это все можно делать и так далее. То есть сейчас я так схематично вам дала информацию, но по фрилансерской мы будем отдельно еще встречаться. Так, идем дальше. Спасибо, Юрий, спасибо за поздравления. Так, баннеры. Баннеры уже есть новые. Баннеры, да, у нас просили, чтобы не было написано MLM. Мы создали такие баннеры. Посмотрите в партнерской программе, в аккаунте. Светлана, да. Попробовали уже входную страницу. Да, замечательно у вас получилось тоже. Я смотрела, красиво. Молодец. Ага, Галина, ну вот вам ответил уже Василий, что WordPress, да, WordPress, друзья мои, он бесплатный. Это бесплатная CMS, бесплатная платформа. Покупаются только шаблоны, дополнительные плагины, соответственно, ну, плагины по желанию. Так, Ирина пишет, что после установки входной страницы у меня появилась здесь страница главная с входной страницы. Как убрать одну главную? Ирина, смотрите, при установке такого появиться не могло быть. Плагин не генерирует главную страницу. Нет. Вы могли ее создать только сами. Страница создается отдельно, главная, то есть в разделе страницы вы создаете, соответственно, страницу под названием «Главная» и выбираете шаблон страницы, входная страница. Затем вы эту главную устанавливаете в меню, как обычно, да, в разделе меню, то есть там все просто. Поэтому две страницы только могли появиться, если вы ее создали еще. Еще раз повторю, да, плагин не генерирует, не создает никаких страниц. Плагины тоже будем продвигать. Значит, у нас по партнерке идет плагин «Живая форма» и, по-моему, входная страница тоже. Остальные плагины у нас без партнерки, но они действительно там очень маленькие суммы, они дешевые, поэтому там партнерских совсем будет мало. А вот «Живая форма» она дорогая и входная тоже, они по партнерке, их можно, да. Так, картинки в библиотеке сильно нагружают сайт, как бы сделать, чтобы их удалять можно было, но на сайте они появлялись. Нет, к сожалению, так не получится, Маргарита. Смотрите, вообще, когда вы устанавливаете любое изображение на блоге, будь то, я не знаю, в виде дизайна что-то, да, какой-то фон, картинку, либо это в статьях, обязательно оптимизируйте картинки. Без этого никак. Нужно обязательно оптимизировать картинки, делать их легче. Есть специальные сервисы для этого, либо вы можете воспользоваться приложением для Хрома, PageSpeed, это от Гугла, установить его, и там даже Гугл предлагает уже оптимизированное изображение. То есть вы можете кликнуть по ссылке, скачать его, а потом его переустановить. Оно гораздо меньше весит. Но это делать нужно обязательно, друзья мои, обязательно. Блог нужно разгружать и думать об этом, как это делать. Картинки нужно уменьшать. Уменьшать их в размере, да, делать их ровно такими, как вам нужно. Не надо там гигантские какие-то изображения загружать. Ага, ну вот Виталий говорит, что отзывы тоже в партнерке. Ну, да, возможно. Я в основном по технической части, поэтому могу в этом вопросе ошибаться. Так, ссылки на входную в партнерке вчера не было. Ну, Татьяна, давайте вот к Василию этот вопрос обратим, потому что я могу ошибаться насчет партнерки. Нина, спасибо за поздравление. Так. Новых баннеров нет. Так, Василий. Вес картинки можно уменьшить с помощью фоторедактора. Да, Ирина, все верно. Да. Спасибо большое за подсказку. Вот предложение есть онлайн. Аватан. Да, Марина, смотрите, вопрос такой, можно ли картинки для слайдов сделать в PNG-формате. Вообще, WordPress, это касается, это не только плагина касается, это WordPress. На блог можно грузить картинки в PNG-формате JPEG и GIF. То есть вот три формата, которые вы можете использовать на блоге и в статьях, и в слайдах, ну и вообще на входной странице, вообще на блоге. Так. Анимация не отображается с уменьшенных картинок, уже забрались с этим. А, Маргарита, да, я вспомнила анимацию, уже так. Значит, ну, вот так, то есть как бы это не касается WordPress, да, или шаблона, тем более. Кстати, Маргарита, у Вас там, я вспомнила Ваш шаблон, Ваш блог. Значит, смотрите, чтобы у Вас анимация работала на картинке, которую Вы грузите к себе, ставьте ее как полный размер. То есть там есть, когда Вы открываете картинку, там есть выбор, либо она как миниатюра идет, либо полный размер. Так вот, выбирайте полный, потому что если Вы выбираете миниатюру, WordPress, это не шаблон, вообще это не функция шаблона. В WordPress добавляет картинки дополнительные, во-первых, названия, да, уменьшает ее и так далее. Она перестает работать как анимация. Поэтому, если Вы вставляете анимированную картинку, гид, да, которая меняется там, она должна быть в полном размере, в таком, как она есть, без всяких добавлений к ссылке. Это важно. Так. Мультиязычную версию можно будет обновлять или ее нужно будет покупать. Значит, смотрите, Наталья, мы планируем делать, это будет точно такой же шаблон, но это будет не, вот, конкретно шаблон об Inspiration, он тоже будет иметь этот функционал, но это будет другой шаблон. Как это будет для пользователей, вот, сегодня мы еще не знаем, но наверняка, если Вы будете приобретать его, то это будет либо какая-то скидка, либо еще что-то, но это будет другой шаблон. То есть, вот, англоязычная версия, которую можно будет переводить самостоятельно на другие языки, это будет другой шаблон. Так. Ага, Светлана говорит, что в ПНГ. Как подключиться к партнерской программе? Ага, ну вот через покупку шаблона Василий ответил. Ну, так, не показалось, будет интересно, когда фонд статичен, а на него что-то выплывает. Марина. Марина не поняла, не поняла вопрос. Давайте еще раз. Это сейчас про что мы говорили, про слайды или про ПНГ-картинку? Так, Светлана спрашивает, если у меня есть плагин «Живая форма», есть ключ, а где-то, я где-то видела, что слайдер будет бесплатно. Да, да, так он, он, вы обновите просто абсолютно бесплатно. Все, кто приобрели живую форму, сейчас вышла новая версия живой формы, просто его обновите, и у вас появится дополнительный функционал именно в этом плагине слайдер. То есть помните, да, как вы настраивали форму, это вы заходили в админку, там дополнительный раздел форма появился, и там была лицензия и страница с формой. Так вот, сейчас там появилась дополнительная страница, слайдер, слайдер, да, то есть вы переходите в эти слайды, настраиваете, там все уже есть, обновите только. Обновляется бесплатно. Так, а почему GIF-картинки не работают в статьях? Ну вот я, да, только что вот сказала, да, что GIF-анимация, она обязательно вставляете ее в полном размере, то есть в таком, как она есть. Обратите внимание, что вполне возможно, что у вас там, как бы, какой-то хвостик добавлен, какое-то дополнение к ссылке, она уменьшена и так далее. То есть она, анимацию нужно вставить в том виде, как она есть, без уменьшения, без добавления каких-либо дополнительных текстов к ссылке, когда она будет работать. Это в WordPress так делает, он, когда вы вставляете как миниатюру, он ее искажает ссылку. Так, и на обучение фрилансеров только через покупку шаблона для себя. Ну да, то есть как бы, ну идея-то какая, то есть вы стали фрилансером, вы приобрели шаблоны, мы уже даем дополнительный материал, как его настраивать. То есть, конечно же, в идеале лучше, если вы настроите себе сначала блог, то есть вы хотя бы познакомитесь с функционалом, потому что, ну, я на практике вижу, что, чтобы, допустим, быстро настраивать, как бы запомнить все моменты в шаблоне, да, чтобы не путаться, постоянно к видео не обращаться. Вообще шаблон, если у вас есть все данные, да, то есть все открытые социальные сети, все ссылки вы взяли, уже такое техническое задание подготовили, то на это занимает от 20 минут до 40, то есть в зависимости от того, насколько быстро вы мышкой, да, работаете на компьютере. Если вы все уже быстро отработали, ну, шаблонов 10, например, настроили, да, 10 раз один слой шаблон, то вы нарабатываете этот навык и вы делаете очень быстро. Самая длительная процедура – это собрать все эти ссылки, зарегистрироваться в социальных сетях, в поисковике Google, Яндекс, да, то есть в FitBurner, ну и другие. То есть собрать эти ссылки, а потом вписывание их очень быстро делается. Вот, поэтому, да, конечно же, сначала надо себе установить, понять, как этот шаблон работает, потом приобретаете комплект и, соответственно, уже как входной билет в участие в программе. Так, дальше. На странице плагины обновить плагины. Да, Галина, да. То есть обновляем, мы переходим на страницу, и там у вас оповещения идут. Под каждым плагином он обычно таким розовым цветом выделяется, и написано, что появился новый шаблон, и обновить. Нажимаете кнопочку «Обновить», «Обновить». Алина, спасибо большое. Спасибо за поздравление. Так. О, Маргарита. Как узнать, когда ключом обновлят? Маргарита, не очень поняла я. Когда, если у вас есть ключ, то там чисто появляется оповещение об обновлении. Ну, по-моему, у вас все обновлено уже. Так. Какого размера должны быть картинки для слайдера? Значит, смотрите, у нас, я сделала так, чтобы картинки как бы заполняли пространство. Если вы знаете, помните, там у нас в настройках плагина есть три варианта ширины. Первый вариант – 1060, второй вариант – 1100 пикселей, и третий вариант – 100%. То есть в соответствии с этим, если мы говорим, да, то у вас должны быть размеры 1060 пикселей, 1100, ну и большое – это максимальные 1900. Сейчас у нас разрешение, самое большое экран. Вот. Ну, если, допустим, вы загружаете меньше, чем 1060, а у вас ширина 1060, то у вас картинка как бы заполнит пространство. Она все равно встанет ровно по ширине, которую вы указали. Так. Если я купила шаблон, плагины, могу ли я посещать уроки для фрилансеров? Блин, если вы как бы купили для себя, и зачем вам уроки фрилансера? Это для тех, кто хочет дальше вот работать. Ну, а, да, все. Да, Василий вот уже написал. А, да, отлично, я немножко запаздываю с ответами. Василий быстрее все отвечает. Хорошо. Спасибо, друзья, за поздравления. Все, вижу, что вопросов больше нет. Отлично, друзья. Ну, что ж, я думаю, что всем все понятно. Спасибо за то, что вы сегодня поприсутствовали, получили информацию по партнерке. Я благодарю вас за участие в партнерской программе, за продвижение проекта MLM-блог за час и шаблона об Inspiration. Я благодарю вас за сотрудничество и надеюсь, что в следующем году мы также продолжим сотрудничество и будем поддерживать друг друга. И, конечно же, создавайте блоги, делайте, пишите статьи, продвигайте себя как специалиста, делайте шаги, и у вас все получится. Я верю в вас. Вы замечательные, вы талантливые, вы лидеры, и вы, конечно же, очень активные люди. На вас, собственно, и держится интернет. Я так считаю. Спасибо вам большое. С наступающим вас Новым Годом. Я надеюсь, мы еще встретимся до конца Нового Года. Я проведу, как я уже говорила, мастер-класс по изменению внешнего вида. Я думаю, будет интересно всем, у кого есть шаблон, у кого нет, просто ради интереса. Вот. Об этом мы оповестим вас заранее. По поводу программы фрилансеров, еще раз повторю, мы соберемся еще в середине января, мы тоже обсудим поподробнее детально эту программу. Вот. И еще раз вас с наступающим Новым Годом, с прошедшим католическим Рождеством, наступающим нашим православным, и успехом вам в 2015 году. Спасибо большое за поздравления. Ой, прям не хочется с вами расставаться. Все, друзья, всем всего доброго и до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok